Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередное видео, но сперва хотелось бы немножко извиниться за качество звука в предыдущем ролике про турцию, потому что я, мягко скажем, недооценил потребность во внешнем микрофоне, потому что встроенный микрофон в камеру мою DJ Osmo Pocket, естественно, не справился с задачей, поэтому я купил петличку, купил переходник, потому что просто так в эту камеру не вставишь микрофон, нужен переходник. Поэтому сейчас технические проблемы решены, и звук уже будет на хорошем уровне. Итак, о чем будет сегодняшний ролик? Сегодняшний ролик будет о полете на самолете Cessna 182. Мой хороший друг-товарищ Дмитрий со своей женой Аней купили сертификат на полет на этом замечательном самолете. Ну, а я, как человек, который увлечен авиацией, к ней неравнодушен, ну, в принципе, Дмитрий тоже, конечно же, предложили мне присоединиться. Ну, я, конечно же, не смог отказаться от такого замечательного предложения, но и вот я здесь. По поводу самолета. Cessna 182, можно так сказать, является старшей сестрой Cessna 172, а Cessna 172, кто понимает, является вообще самым массовым самолетом вообще в мире. Потому что с конца, точнее, с начала 50-х годов прошлого века до настоящего времени было произведено порядка 44 тысяч самолетов этой модели в различных модификациях. Ну, а Cessna 182, она просто чуть-чуть побольше, фюзеляж, и двигатель помощнее. Но, тем не менее, самолеты очень схожи. Они очень просты в эксплуатации, потому что все-таки за 50 лет, более чем 50 лет производства, уже все техники знают, как отслуживать эти самолеты. Есть все запчасти. Она очень надежная во многих авиашколах. На этом самолете учат будущих частных пилотов, либо пилотов, там, не знаю, будущей гражданской авиации. С этим самолетом связаны очень много различных интересных фактов. О некоторых я сейчас как раз-таки вам расскажу. Итак, первый факт говорит нам о том, что на самолете Cessna 172 был установлен абсолютный рекорд по продолжительности полета с дозаправкой в воздухе. Самолет взлетел 4 декабря 1958 года с аэропорта Маккаран-Близ, Лас-Вегас, и приземлился на том же аэродроме 7 февраля 1959 года, проведя в общей сложности в воздухе 64 дня 22 часа 19 минут 5 секунд. Этот рекорд до сих пор еще никто не побил, что действительно говорит о колоссальной надежности этой машины. Ну а сейчас самолет, который пилоты назвали «Осиенде», красуется под потолком международного терминала аэропорта Маккаран в Лас-Вегасе. Ну а второй факт, я думаю, более известный, который послужил хорошей рекламой для и до этого вполне успешного самолета Cessna 172. А именно, 28 мая 1987 года немецкий пилот-любитель Матиас Руст в день пограничных войск СССР приземлился на Большом Москворецком мосту, беспрепятственно прилетев более тысячи километров. Здесь погода оказалась безветренной и малооблачной, он предполагал приземлиться непосредственно в Кремле или даже на самой Красной площади, но это оказалось невозможно. Сделав несколько кругов, он засек цикл работы светофора на Большом Москворецком мосту и снизившись над улицей Большая Ордынка, самолет, едва не задев крышей автомобилей, сел на мост и накатом доехал до собора Василия Блаженного. В 19.10 Руст вышел из самолета и стал раздавать автографы. Ну, примерно через час его уже арестовали. Редактор субтитров А.Семкин Вот, значит, приехали в аэропорт подмосковный Щекино, что под клином. Здесь вот все вот так вот просто. Травка, планеры, самолеты, вертолеты. Можно походить, посмотреть. Вот такой вот план аэропорта, аэродрома, совершенно небольшой. Сейчас пойдем гулять по нему. Вот еще один массовый аппарат, вертолет Робинсон Р-44. Очень распространенная модель. Практически везде его можно увидеть. Вот такой вот небольшой вертолетик. И здесь, как видите, тоже мы его встретили. На самом деле сегодня достаточно повезло с погодой, с точки зрения отсутствия особо облаков. И солнышко светит, но ветер очень холодный. Все-таки осень. Поэтому нужно утепляться. Вон там еще один стоит самолетик. Насколько я понимаю, это Пайпер Чироки. Все-таки рискну подойти к нему поближе. Да, действительно, это Пайпер Чироки. Еще один представитель малой авиации. Вот, наверное, вдали виднеется 182-я Цесна. Наверное, это она. Ну что? Полетели. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok